Здоровья, друзья! С вами доктор, для многих антидоктор Алексей Маматов, и я рад приветствовать вас на своем канале. Я являюсь руководителем школы долголетия. Наша школа помогла омолодиться и восстановить здоровье без таблеток и операций больше, чем 60 тысячам человек. И сейчас самая страшная и актуальная тема – коронавирус. Как известно, этот вирус поражает наши легкие, нашу дыхательную систему. Сегодня я хочу рассказать, как с помощью дыхательного упражнения укрепить свое здоровье и обезопасить себя от тяжелых последствий этой болезни. Досмотрите это видео до конца, чтобы заранее быть ко всему готовыми. На самом деле, встречи с вирусом трудно избежать. Но только если вы не живете в изоляции, где-нибудь в глухом лесу, в отшельничестве, и в первую очередь не стоит паниковать. Я бы даже сказал, этого делать ни в коем случае нельзя. Почему? Паника ведет к хроническому стрессу. А как известно, стресс – причина, по которой падает иммунитет. А почему в группе риска находятся люди старше 65 лет? Да все дело в нашей дыхательной функции. В пожилом возрасте уменьшается дыхательный объем, плюс учащается частота дыхания. И само дыхание становится более поверхностным. А это приводит к плохому насыщению крови кислородом. И поэтому идет снижение иммунитета. И всем, особенно людям старшей возрастной группы, абсолютно необходимо заниматься профилактикой. Для того, чтобы укрепить иммунную систему, чтобы поддержать легкие и восстановить дыхательную функцию. Друзья, а что делать, если легкие уже поражены пневмонией? В одном из выпусков я рассказывал о четырех эффективных способах восстановления легких. Прежде чем говорить о том, как защитить легкие, скажу о том, как укрепить иммунитет. Иммунитет – что вообще это такое? Это наши лимфоциты, которые вырабатываются в костном мозге, в вилочковой железе. И наша задача – сделать прокачку крови через костный мозг максимально активной. То есть много ходить, прежде всего на свежем воздухе. И хотя сейчас много говорят о необходимости изоляции, но никто не говорит о необходимости пеших прогулок в лесу, в парке. А что касается наших легких, то им нужен жир для синтеза новых клеток. Им нужна мембрана, которая состоит из жира. Через эту мембрану мы получаем кислород. Поэтому делаем ставку на высокожирное питание животного происхождения. В первую очередь это сливочное масло, сметана, оливковое масло. Хотите, назовите это кетодиета. А теперь переходим к ключевому развитию дыхательной функции. И прямо сейчас я покажу упражнение, которое укрепляет нашу диафрагму. Дело в том, что с возрастом диафрагма становится вялая. А это означает, что легкие не раскрываются полностью. И поэтому учащается частота дыхания. Итак, мы делаем легкий удар в солнечное сплетение, чтобы почувствовать свою мышцу. И после этого мы начинаем глубоко дышать в течение трех минут. Для начала достаточно 30 секунд. Повторяем это действие. Если вдруг вы ударили слишком сильно, у вас возникла боль, либо спазм в диафрагме. Заведите одну или две руки назад и тыльной стороной ладони несколько раз постучите повыше, докуда достаете. Это поможет восстановить дыхание. Это упражнение достаточно выполнять буквально пару раз в день, чтобы укрепить свою диафрагму и уменьшить чистоту дыхания. А сейчас давайте выполним эту практику вместе со мной. Учимся почувствовать диафрагму. Постучите. Вы ощутите легкий спазм, не переусердствуйте. Это оно. Теперь начинаем делать глубокий вдох вначале животом, потом грудью. Выдох в обратном порядке. Грудь, потом живот. Если нос забит, можно дышать через рот. Я специально положил одну руку на живот, вторую на грудь, чтобы по движениям рук ощутить, что да, действительно, вначале вдох происходит в животе, потом в груди. Да, действительно, вначале выдох происходит в груди, потом в животе. Возникло головокружение – остановитесь, не переусердствуйте. Поначалу возьмите меньшую дозировку. Со временем вы сможете дышать не 7, не 17 и даже не 77 раз, а несколько минут. Это очень полезная практика, не только увеличивающая дыхательный объем наших легких, но и насыщающая наш головной мозг кислородом, которого так не хватает в большом городе, особенно с возрастом. Друзья, а какие упражнения для укрепления здоровья легких вы знаете? Помните, предупредить болезнь гораздо проще и легче, чем лечить ее. Выполнение такого простого упражнения – это отличный метод профилактики коронавируса. Друзья, не забудьте подписаться на этот канал. Здесь я рассказываю о самых простых нелекарственных методах быстрого восстановления здоровья. С вами был доктор, а для многих антидоктор Алексей Маматов – ваш покорный слуга. До новых встреч, друзья!